здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим о очень важной теме это целенаправленное управление творца вот мы с вами живем в этом мире не всегда задумываемся да а что с нами происходит почему с нами происходит как на нас это воздействует чего это от нас требуется какая-то реакция какое-то отношение какое-то особое действие может быть да чтобы вообще должны немножечко задуматься и понять как именно вся действительность которую мы ощущаем она влияет на нас как мне к этому относиться и баллисты утверждают что все что я ощущаю в каждом состоянии это целенаправленное управление творца то есть я должен чувствовать в этом вот именно воздействие которые требуют от меня какой-то правильной реакции вот давайте почитаем отрывки из статьи большую лама мир и постараемся понять а что же от нас требуется что это за управление как она осуществляется пожалуйста первый отрывок великий мудрец рабе акива говорил что все находится под залогом и ловушка расставлена на всех живущих и на всю жизнь лавка открыта и лавочник всеобъемлющ и дает займы и книга открыта и пишет рука и каждый кто захочет взять займы пусть придет и возьмет но сборщики налогов возвращаются каждый день и взимается плата с человека осознает он это или нет есть им на что опираться и суд суд справедливый и все подготовлено к трапезе видите еще 2000 лет назад примерно вот великий мудрец рабе акива вот он такое дал описание нашего схемы модели управления нам не все понятно из того что здесь написано а большую лам это очень хорошо объясняет статье мир поэтому я думаю что много из того же здесь написано мы с вами прочувствуем поймем обдумаем и выработаем какое-то отношение к этому давайте следующий отрывок сразу посмотрим творец приготовил для человечества такую великолепную ловушку что никто не избежит ее и всю жизнь должен будет провести в этой западне и вынужден будет принять на себя работу творца пока не достигнет величественной цели это и есть тот залог творца который гарантирует ему что не будет обманут творением вот здесь уже большая лам объясняет да что даже называет эту ловушку великолепной то есть мы с вами находимся великолепной ловушки находимся в нашем мире проходим одно состояние за другим и несмотря на то что вроде бы как у нас все открыто и скрыт творец и мы не чувствуем его управление не чувствуем его воздействия на нас тем не менее большую лам говорит арабиакива что все находится под залогом книга открыто пишет рука вот и никто не выйдет как бы из этой ловушки без того чтобы не реализовать то что требует от нас творец по другое дело что творец как бы так именно устраивает схему управления чтобы мы осознанно пришли к пониманию что он от нас хочет и приняли на себя свободно его выбор а его решение мы должны на себя принять работу творца так называемую то есть мы должны прийти к целенаправленному со своей стороны уже отношению творца к нам а и нашему к творцу чтобы двигаться к нему по свойствам приближаться к нему в каждом состоянии постараться быть ближе к творцу по свойствам то есть понимать вот это целенаправленное управление и постоянно осознанно правильно свободно решительно радостно двигаться сторону подобие свойств творцом еще один отрывочек короткий и действительно оценка добра и зла должна даваться не по оценке состояния как такового а в соответствии с общей целью творения когда каждое состояние приближающие человека человечество к цели считается хорошим отдаляющие от цели плохим только на этом основании закон развития в соответствии с которым неисправленности грех заключенные в нынешнем состоянии является причиной возникновения и процессом построения хорошего состояния вот здесь очень важно отмечается печать были сулам что мы не должны оценивать вот мы живем с вами в нашем мире да и чувствуем что-то вот мы себя плохо чувствуем какие-то угрозы какие-то тревоги это касается как одного человека как одного человека так и всего общества то есть закон действует одинаково вот этот закон развития только на этом основан закон развития соответствии с которым неисправленности грех заключенные в нынешнем состоянии является причиной возникновением построением хорошего для построения хорошей состоит то есть для нас любое состояние которое мы проходим в мире вот не важно что мы сейчас ощущаем в политике в экономике в экологии в военном сопротивлении в опасности для себя для своей жизни для своей страны для своего народа там для всех людей вместе это воздействие на нас для того чтобы мы могли сделать действие который приблизит нас к лучшему состоянию другого нету нет возможности у творца как бы для нас на нас воздействия он не хочет нам раскрывать так себя чтобы мы просто слепо шли за ним и считали что он постоянно делает какие-то хорошие действия мы должны из любого воздействия а воздействие мы ощущаем в связи с тем что у нас противоположные свойства с творцом то есть он относится к нам с абсолютной любовью с абсолютным а со свойством отдачи он заложил нас программу развития и наша задача теперь чувствовать вот в этом отношении добрым творца как наш эгоизм как наша противоположная ему природа сопротивляется вот этой природе не хочет ее реализовать и задача наша только в одном привести себя в соответствие вот этой природе творца причем большом в этой статье пишет дальше что у нас с вами есть два варианта каббалисты это называет путь страдания и путь каббалы если мы не осознанно действуем если мы не реагируем правильно на воздействие творца то он как бы нас постоянно подгоняет сзади то есть он нас подталкивает у нас подшлепывают у нас расхит наказывает каким-то условно говоря образом мы это ощущаем как наказать хотя на самом деле это чисто доброе воздействие как могут ребенка шлепаем иногда чтоб чуть-чуть он как бы правильно ориентировался правильно развивался то есть творец от нас требует развития выхода нас на уровень подобия свойств с творцом с самим собой и он из каждого состояния нам по нас подталкивают следующем вот путь страдания это неосознанное развитие когда творец настолько поталкивает сзади а если мы идем осознанно и целенаправленно это называется путь каббалы или путь осознанного развития комфортный когда мы сами понимаем эту всю систему управления мы понимаем с природу своем и понимаем природу творца самик из каждого состояния Мы делаем действие, приводящее нас как можно быстрее к выходу из этого плохого состояния, к лучшему, к ближнему, к более близкому творцу. И тогда это движение становится для нас комфортным, приятным и радостным. При этом мы можем тоже испытывать всякие негативные ощущения при прохождении каждого состояния. Но радость приближения к свойствам творца, она перекрывает все. И мы это преодолеваем легко и уверенно. И это дает нам силы, силы преодоления, силы движения вперед, ощущение развития, ощущение вот этого света в конце туннеля и ощущение приближения по свойствам к творцу. Поэтому я думаю, что стоит прислушаться советам каббалистов и действительно в каждом проявлении на нас любого воздействия, внешнего мира, внутренних моих состояний, чувствовать это воздействие творца и правильно на него реагировать. Поэтому мы с вами и учимся. И кстати, когда вот в одном из выпусков нашего блога мы рассматривали переход из состояния в состояние или переход со ступенью на ступень, вот это и есть та работа, которую мы практически должны осуществлять. Я там подробно это достаточно объяснял, картиночки вам рисовал. Можете вернуться к этим постам и вот соединить их вместе в такую цепочку, как нам правильно реагировать на воздействие творца, который всегда является добрым. И поэтому каббалисты говорят нам обычно, только добро и милосердие преследуют меня все дни жизни моей. То есть оправдывают любое воздействие на себя для того, чтобы приблизиться, действительно видят в этом приближение к лучшему, более совершенному состоянию. Удачи нам всем с вами на этом пути. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, я на них отвечу. Мы обсудим, пообщаемся и дальше будем раскрывать вот так понемножечку такие переходы, моменты важные для того, чтобы нам целенаправленно, осознанно, гармонично развиваться и приближаться по свойствам к творцу. Удачи, всего доброго. Спасибо.